Бонус для новичков. Откройте брокерский счет в Тинькофф Инвестициях до 23 декабря. Введите в чат приложение промокод и получите акцию в подарок. Вы арестованы за просмотр очередного классного ролика и впрямь хорошего, одного из лучших за последнее время, вот что-то наподобие Playdate, такое домашнее, приятное и немного хакерское, а может и не немного. Короче говоря, сегодня, во-первых, расскажу, как из любого смартфона, а также AirTag сделать ключ для домофона, как хакнуть свои гаражные ворота, ну и в принципе всякое такое, много информации будет. Делать все будем с помощью вот такой штуки под названием Flipper Zero. Многие из вас знают, что это такое, но еще больше не знают. И мне впервые сложно классифицировать устройство, потому что если я скажу, что это мультитул для хакера, вы не поймете, о чем я говорю. Если я скажу, что это божественная штуковина для гика, ну тоже как-то странно. Могу лишь отметить, что только к концу ролика вы поймете до конца, что это такое. Ну и начнем с самого главного на сегодня, с домофонного ключа, потом я уже буду объяснять, что вообще происходит. Значит, вам нужно где-нибудь найти нечто подобное, что есть у меня на столе, а именно RFID-метки. Не знаю, где вы будете это делать, опять же, никаких ссылок, рекламу давать не буду. Там AliExpress я вот в столице нашел. Очень долго искал, сначала вот такие меточки побольше, потом вот такие поменьше. Еще попадались мне вот подобные метки, это вообще чип для животного, которые оказались бракованными. И в конце концов я нашел метки без корпуса. Самые тонкие, а соответственно самые компактные, поэтому их можно легко поместить под чехол телефона. Сама технология RFID была разработана еще в 40-е, расшифровывается как радиочастотная идентификация. Это такой дальний родственник NFC. Если вкратце, грузить вас не буду, сегодня еще есть чем загрузить. И по сути данную технологию используют метки, домофоны, не все далеко, но большинство из них вот такие карточки, которые вы используете в офисах. То есть вот эта штука находится прямо вот здесь. Ну возможно катушка там побольше, чтобы радиус действия был пошире. Ну а дальше все просто. Мы с вами берем флиппер, заходим в меню, переходим в раздел 125 кГц, который использует как раз технология RFID. Жмем кнопочку Read, то есть прочитать. Читаем нашу карточку от офиса вот так. Пожалуйста. Потом берем нашу метку и уже на флиппере нажимаем кнопочку записать. После этого мы прикладываем метку, слышим прекрасный звук. И все, наша карточка переписана вот сюда, вот так просто. Как результат, идем открывать офис и все работает. И самый кайф, что я себе положил это под чехол, потому что здесь у меня две метки. Одна от дома, вторая от офиса. Главное понимать, куда их класть, чтобы не перекрывать, например, NFC-модуль, а также беспроводную зарядку. Вот в пикселе седьмом это под камерами местечко хорошее. В айфоне 14 можно поместить куда-нибудь вниз, например, сюда или вот сюда. Это удобно. Кроме того, то же самое мы можем проделать с AirTag. Но не с самим. Мы берем примерно вот такую метку. Она у нас со скотчем 3M. Также сканируем, читаем, записываем. После этого берем оригинальный чехол. Я уже вот сделал. Немножечко пришлось метку эту обрезать. Вот так она теперь выглядит. Но после того, как мы ее вставили в AirTag, пожалуйста, у нас вот это тоже ключ от домофона. Единственное, я бы посоветовал вот такую метку, если вы ее найдете, обмотать скотчем с двух сторон, чтобы у вас просто чип не оторвался, потому что он тут держится буквально на соплях. И самое интересное, я еще нашел вот такое кольцо. Стоит всего 700 рублей, тоже RFID. И, пожалуйста, я могу прочитать его с помощью флипера. Вот, есть метка. У меня сюда тоже записан домофон от офиса. Ненавижу кольца, но кому-то вот такое будет удобно. И, наконец, для этого необязательно использовать флиппер. Он все-таки стоит немалых денег. Можно купить какой-нибудь программатор на Авито, том же, за 500 рублей и выше, и делать то же самое. Либо можно отнести в контору, которая занимается ключами, и они вам за те же 500 рублей пропишут там на кольцо или на метку нужные вам ключи. Согласитесь, все это очень круто, но дальше будет еще интереснее. Дальше разговор уже для серьезных мальчиков. Поговорим мы про сам флиппер, создатели которого мигом заработали 5 миллионов баксов на кикстартере и сделали лучший хакерский швейцарский нож. Просто зацените нарезку видосов. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь стало еще непонятнее, причем тут Тесла, телевизоры и Бургер Кинг. Обо всем этом мы поговорим уже после хорошей интеграции про фильм, где я принял участие. Так что посмотрите. Поисковые системы, вроде Яндекса, это невообразимо сложные системы. Без шуток, но качество работы поиска влияет на жизни и работу миллионов людей. И если изменения в поиске Яндекса происходят постоянно, компания уже взяла за привычку объединять последние крупные обновления в одно большое. И следующий апдейт выходит под названием Y2. И вот одно из изменений вы точно заметили. Я говорю про главную страницу с фокусом на поисковую строку, но с Алисой. Ярлыки для быстрого доступа к любимым сервисам компании тоже никуда не делись, если что. Также Яндекс помогает в решении задач, которые не укладываются в один поисковый запрос. Например, перед покупкой квартиры, потому что надо знать, как провести платеж, как организовать ремонт, как оформить сделку. Десятки и десятки вопросов. И с новым инструментом большие темы. Удобно посмотреть, чем ты уже интересовался, а в какие нюансы еще предстоит погрузиться. Технологии Яндекса помогут и в просмотре видео и прямых эфиров на другом языке. Алгоритм распознает речь, переведет ее на русский язык и наложит озвучку поверх. Еще раз, это работает даже с прямыми трансляциями, например, с презентацией iPhone. Программисты тоже оценят больше информации прямо в выдаче с экспертных ресурсов. Нейросеть точно определяет запрос и выдает нужный ответ в области IT. Пока что Яндекс предложил улучшенный экспертный поиск для программистов, но дальше больше. И, кстати, для демонстрации всех новых возможностей обновления в i2 Яндекс заморочились, сняли целый фильм и без лишней скромности скажу, что я принял в нем участие. Так что по ссылочке в описании, пожалуйста, посмотрите. Ну, поехали. Штуку под названием «MultiTool для хакеров» выкатили на Kickstarter еще в 2020 году. Изначально хотели собрать 60 тысяч долларов, но за первые сутки получилось наклянчить миллион баксов, а за всю компанию почти 5 миллионов. Неплохо. А еще неплохо, что устройство создало московская тусовка под названием Neuron Hackspace под руководством Павла Жовнера. То есть собрались энтузиасты и вот так сходу заработали пятачок миллионов долларов. Смысл тут в том, что идея, в принципе, не нова. Нечто подобное можно собрать и своими руками на базе Ардуино или даже на базе обычного ПК. Покупаешь кучу гаджетов, датчиков. Конечно, устройство будет вот такого размера, с кучей проводов, матплат. А здесь все это уместили вот в такой маленький корпус, так еще и держит около недели. Если что, это не реклама. И что вообще нахрен это все значит? Мультитул для хакеров. Flipper Zero оснащен набором утилиты датчиков, которые помогают читать и посылать сигналы на устройство вокруг. Но тут надо оговориться, потому что у нас принято считать, что слово хакер означает нечто плохое, человек, который взламывает, обходит законы и так далее. Здесь такой истории нет. Это скорее просто вот такая гиковская штука для людей, которые хотят себя почувствовать хотя бы немножко в игре Смотри собаки. Ну, то есть Watch Dogs. А еще это продвинутая томогочи. И в целом проект делался с оглядкой на повиногочи. Еще один гиковский прибор, где нужно было кормить виртуального зверя хендшейками, которые отправляются при создании беспроводного соединения. Гуляете так по улице, собираете точки Wi-Fi, все, питомец накормлен. А использованный хэш можно использовать для подбора паролей к сетям. В общем, не вдавайтесь, кто знает, тот знает, но кому интересно, можно почитать. Но Flipper куда более обширное устройство. Здесь, если что, тоже есть томогочи, потому что внутри Flipper живет вот такой дельфин. При этом разные анимации, когда он заряжается, когда он кушает, также подпитывается, прокачивается. А самое забавное, что с завода у каждого Flipper есть свое имя. Причем таких продали уже миллион штук, то есть миллион уникальных имен. Мне прям очень повезло, потому что мое имя это L1T0R. Если читать как английские буквы, то это будет LiTor. LiTor. Хорошая фамилия, если вас зовут Константин. Функция прикольная, но на мой взгляд бесполезная. Лично я бы этим заниматься не стал, потому что тамогочи никогда не любил. Но забавно. Да, здесь есть куда интереснее фишки. Давайте посмотрим, в принципе, что тут есть. Пятикнопочная панель для навигации с кнопкой вперед по центру и отдельной клавишей назад справа. Есть светодиод для отображения статуса, порт Type-C для зарядки и обновления прошивки. Есть инфракрасный прием и передатчик, слот под microSD, контактная площадка для работы с iBatton, об этом еще поговорим. 18-пиновый интерфейс GPIO для подключения сторонних модулей, 3 вольта на меньшей гребенке и 5 на большой. Есть и защита от электростатики. Внутри еще RFID-антенна на 125 кГц для чтения и эмуляции всяких смарт-карт, о чем мы и говорили. Суб-гигагерцовый модуль для расшифровки сигналов пультов дистанционного управления, например, от ворот гаражных. NFC-модуль, Bluetooth 5.0, вибромоторчик, динамик на 87 дБ и аккумулятор емкостью 2000 мАч. Кроме этого, маленький экран на 1,4 дюйма с разрешением 128 на 64 пикселя. Он монохромный, LCD, но зато с подсветкой. Ну а с учетом того, что это микруха, внутри стоит уже знакомый нам STM32. WB55, это Cortex-M4. Сама система STM32 нам уже знакома. Немного другой ревизии, но где мы этот чип уже видели? Правильно? В Playdate? Мир тесен. Да, в принципе, гибкая платформа, поэтому много где используется. Также тут 1 мегабайт встроенной флеш-памяти, которую можно расширить с помощью microSD. И 256 килобайт оперативки SRAM. По-русски SRAM. Само устройство весит 102 грамма. Работает все на открытом ПО. В сети есть схемы всех плат. Сами разработчики публиковали все этапы производства этого мультитула. Самое главное, здесь есть и стандартная прошивка, и злая прошивка от сообщества, и бетки. И все сделано для того, чтобы были кастомы от Васяна. Что уж тут говорить. На столь маломощном гаджете даже удалось запустить Doom. Куда без этого? Стандартная прошивка имеет некоторые ограничения на отправку частот. То есть в каждых странах они разные. Чтобы не нарушать закон, под каждую страну нужно все это переделывать. Но это делается из самого флипера, там, в пару кликов. И в целом каких-то функций в стандартном ПО нет. Например, переборщика кодов. Поэтому можно зайти на GitHub. Там есть и куча прошивок, и еще больше плагинов. Также на Android и iOS доступны приложения. На ПК тоже есть. Можно там и прошивку через них обновлять. На телефонах можно смотреть ключи. Кроме того, прошивки можно между собой менять. Опять же, если вы из одной стороны в другую летите. Чтобы одна прошивка подходила, или другая. Ну и с самого флипера это тоже можно сделать. За минуту делается. Собственно, для этого здесь и нужен Bluetooth, чтобы подключаться к телефону. Но не только для этого. Для чего нужен инфракрасный порт? То же самое, что в Xiaomi управлять бытовой техникой. Кондиционеры, телевизоры, аудиосистемы. Можно, например, и пульт поднести, считать его и клонировать. Поэтому можно управлять. Есть уже что-то заготовленное. Поэтому можно прийти в Макдон. Точнее, во вкусные точки. И там, например, вырубить телек. Я не призываю. Делать этого не нужно. Просто говорю, что есть такие видео. Все нормально. Еще одна забава. Можно открыть лючок зарядки любой Tesla с флипера. Потому что все это работает на незашифрованной частоте в 315 МГц, либо в 433 МГц. В зависимости от региона. И уже сказали, что это уязвимость. Хотя сами Tesla говорят, все работает как задумано. То есть, смысл в чем? Ты подъезжаешь на Tesla к зарядке какого-нибудь мощного. У тебя люк автоматом открывается. Потому что все по незашифрованному каналу. Вот этим флиппер и пользуется. Можно побесить кого-нибудь очень сильно. Можно подумать, что гаджет схавает любые радиосигналы, сэмулирует их или перехватит. Но это не так. Потому что современные автомобили или хорошие гаражные системы используют, так сказать, двухфакторную авторизацию. Концепция под названием Rolling Codes. Когда нужен не просто сигнал, а целый идентификатор, который ключ выдает. Устройство принимает и каждый раз меняет. Так что, конечно, можно это взломать, но мы не будем говорить, как это делать. И для этого нужны очень профессиональные, очень дорогие хакерские устройства. И плюс это преследуется по закону. Так что люди, которые там рядом с вами, около торгового центра с какой-нибудь штукой ходят, вы присмотритесь, потому что могут обмануть. Но не стоит переживать, если у Tesla или у BMW есть карточки, помимо ключей для машины, их тоже сэмулировать и считать нельзя. Теоретически, конечно, можно. Но пока ни у кого не получилось. Следующая штука, iButton. Вот здесь она находится. Что это? Это старые домофоны. Сюда можно приложить и считать, а вот этой частью можно прикладывать уже к домофону и открывать дверь. Есть много стандартов. iButton там только три штуки или больше. Все они поддерживаются. То есть можно и считывать, и записывать, и все будет работать. Жалко только, что вот эту штуку ни на какую метку ты не пропишешь, потому что iButton нужно прямо прикладывать, чтобы цепь сработала, потому что там есть два контакта. Про RFID мы уже поговорили, но здесь есть и другие прикольные вещи. Допустим, метки для животных, которые вшиваются под кожу, они тоже работают с помощью технологии RFID. И они не защищены никаким протоколом, поэтому если котенок потерялся, либо слон, можно подойти к нему, вот так отсканировать, посмотреть ID-шник, потом зайти на сайт, который называется Animal ID, и там узнать контакты владельца. Даже недавно была история, как какой-то зверь потерялся, чувак там нашел его, просканировал, написал владельцам, оказалось, что это реально их животное, которое потерялось два года назад. А еще скипасы чаще всего также работают через стандарт RFID. Их тоже можно скопировать и эмулировать с флиппера и проходить на горнолыжку. Ну, естественно, заплатить, то есть просто карточку переписать, чтобы было удобнее. Никаких хакерских зловонных штук делать не надо. Опасная штука, согласитесь, логично предположить, что и банковские карты так можно копировать и эмулировать, но нет, не стоит переживать, потому что там стандарт защиты намного надежнее, там много эмуляции ключей, много слоев защиты, то есть просто так скопировать карту не получится. Даже если с помощью флиппера мы сканируем мерпы, например, на пикселе, пожалуйста, вот риджму, он каждый раз будет показывать разный идентификатор, потому что, опять же, ключи меняются. И, в принципе, вот создатель флиппера на хабре писал статью о том, почему не стоит бояться кражи денег через NFC. Но чисто теоретически можно скопировать карту тройка, сделав дамп-системы, записать ее на флиппер и оригинальную карту, например, выкинуть, и также пополнять баланс. Да, подходишь, пополняешь, и потом оплачиваешь метро. Не уверен, конечно, что это официально, точнее, уверен, что это неофициально. Делать так не надо. Следующий USB-порт. Здесь он нужен для всяких пакостей или настоящих атак класса BadUSB, потому что существуют разные штуки, когда ты прописываешь код, подключаешь это устройство, либо какое-то другое к компьютеру, там, не знаю, друга своего, и у него высвечивается, например, там, я знаю, где ты находишься, я тебя поймаю, там, в 2-3 часа ночи появляется. Короче, можно, много чего можно придумать, плюс можно сделать скрипт, который будет подписывать людей, там, на твой YouTube-канал, допустим. Это, конечно, все тоже незаконно, мы это не поощряем, просто вот про те примеры, которые в сети я видел, вот рассказываю. Но хороший пример, можно с этой штуки эмулировать клавиатуру. Иногда нужно включить BIOS, а у тебя нет проводной клавы, вот только беспроводная, а BIOS по кнопке только запускается. Вот, пожалуйста, флиппер подключаем, прописываем нужную клавишу, жмем, все, у тебя BIOS открывается. Можно также эмулировать клавиши и по Bluetooth, когда мы к телефону, допустим, подключаем, можно переключать треки, либо ставить лайки, не скажу, что это очень полезно, но вот что-то интересное придумать можно. Также, если раньше мы хотели написать отдельное приложение, нужно было вместе с ним пересобирать всю прошивку. Сейчас можно заливать просто в папку приложения, правда, оно должно соответствовать текущей прошивке, но скоро нам обещают выкатить целый магазин приложений, официальный, который будет доступен через аппликуху на iOS или Android. Что касается аппаратных модулей, GPIO 18 пинов, можно посмотреть схему более подробно. Их пока не так много, допустим, есть девки для подключения Wi-Fi, нужно написать код, чтобы, допустим, отслеживать какие-то сети, тестировать их, есть даже наметки по поводу подключения GSM модуля, но вроде пока так все работает. Но есть куда расти. Что касается автономности, это одна неделя активного использования, если особо флиппер не трогает, то есть открывать там ворота, иногда как пульт, то хватит на полторы недели. И уже мы подходим к концу и поговорим про цены и все остальное. Допустим, Flipper Zero пока что первое устройство компании, сейчас они хотят выпустить Flipper One, это, по сути, уже полноценный такой мини-ПК, 512 мегабайт оперативной памяти, Wi-Fi, поддержка Cal Linux. В общем, посмотрим. Но производитель в то же время до сих пор не может настроить стабильные поставки в Россию. Или недавно у них заблокировали PayPal аккаунт, там 1,3 миллиона долларов было, без объяснения причин. И это к тому, что устройство вроде бы создали в России, но здесь про него не рассказывал ни один популярный канал. Есть какие-то мелкие каналы, которые делали ролики, и то они вот прям такие гиковские. А каналы вроде нашего, вот мы-то тоже только добрались, хотя устройство реально очень интересное. И не продается у нас особо. Нет, оно есть, но все равно в малых количествах, а весь мир пользуется. Кстати, что касается цен, в рознице устройство стоит 170 баксов. По донату на Kickstarter там, по-моему, 120 оно стоило, или стоит до сих пор. У нас тоже продается, но уже, извините, за где-то 15-17 тысяч рублей. Хотя есть на том же Zoom, и там подешевле. Ну и по итогу. Я надеюсь, вы не запутались, потому что у нас, в принципе, и получился мультитул. Это и околохакерская тема, и пульт для управления бытовой техникой, и NFC-ридер, и программатор RFID, кнопка iButton, Bluetooth, есть GPIO, то есть можно заниматься программированием в том числе. Кстати, забыл рассказать, что здесь есть U2F, то есть ключ для двухфакторной авторизации в том же, например, Google. И много чего еще, я наверняка половину забыл сейчас сказать. А также не сказал, что само устройство, в принципе, очень хорошо сделано. По сборке, то есть вообще никаких нареканий. Оно и красивое, и приятно в руке, и материалы подобраны классно. Да, это пластик, но это высококачественный пластик. Экран тоже приятный. Весит оно мало. С собой таскать здорово. Я вижу два пути, направления при покупке такого устройства. Первое, это либо разработка, либо там веселье какое-то, да, немножечко можно там что-нибудь почудить. Либо ребенку такую штуку купить. Да, он будет шкодить, но благодаря вот подобному устройству наверняка вырастет либо хорошим программистом, либо хорошим инженером. Вот такие штуки делаются у нас в России. Такая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова